Привет, друзья! Снова Сергей, Ирина. И с нами поедет Светлана. Мы поедем на новое место. А если интересно куда, посмотрите этот ролик. Так, мы свернули на послова и нас встретил стеной какой-то мелкий снег. Он какой-то аномальный, странный. Смотрите сами. Причем только на одном участке. О, уже нет снега. Уже нет снега. Аномалия. Сейчас посмотрим, насколько расчищена дорога. Обязательно покажем вам, стоит ли ехать на легковом автомобиле или только на джипе. Вот дорога на послова. Она слабо почищена. И с автомобилем приходится разъезжаться. Вот таким способом, аккуратненько. Товарищи, это капец, сколько здесь машин. Я не знаю. Машин 50, наверное. Честно говоря, я не ожидал, что так будет. Сейчас, когда найдем место для парковки, пойдем узнаем, сколько стоят подъемники и прокат снаряжения. Чтобы вы были в курсе. Старший сын не захотел сегодня ехать. Сказал, типа, бугель это, отстой. Я говорю, ну ладно, я тогда возьму твою досочку. Сегодня буду катать Райт Агенда. Привыкать к хорошему. Это не японский 20-летний сноуборд. Дорога до горнолыжки Пронина из центра Орла займет примерно 30-35 минут. 25 километров это дорога по федералке и километров 7 по дороге местного значения. Вот второй участок это слабо очищенная дорога. Если встретится большая машина, можно попасть и застрять. Хозяева этого горнолыжного комплекса занялись всерьез. Потому что в прошлые разы, когда мы приезжали несколько лет назад, здесь была какая-то некапитальная постройка. А сейчас это достаточно просторное строение из пеноблока. Все капитально. По поводу персонала они просто молодцы. Всегда внимательно относятся к просьбам катающихся и помогают. Склон этого горнолыжного курорта представлен четырьмя подъемниками. Один подъемник это ватрушки. Два подъемника для нормального уровня катания. И один подъемник для обучающихся. Также можно увидеть элементы скейт-парка. Это рейлы, по которым можно прокатиться или слайдбоксы в виде труб. И сейчас будет в кадре трамплин. Я на нем, конечно же, не стал кататься. Потому что какой-то он был подозрительный. Еще один трамплин рассмещен вот там вот, с той стороны. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока мои спутницы подбирают себе снаряжение и покупают скипассы, я тут шарахаюсь по парковой зоне. Я нахожусь на подъемнике. Подъемник, как вы видите, не бугельный, а в виде швабры. Ну, швабры я называю, потому что не знаю его правильное название. Выполнен в виде подпалки с подпружиненным окончанием в цилиндрической форме, которая устанавливается между ног лыжника. Сноубордистам, конечно, это неудобно. Приходится страдать. Ну что, я поехал и прокомментирую свой первый спуск. У меня в руках находится стабилизатор FeuTech с установленной камерой Sony HDR-AS50, одетой в Аквабокс. Проверяем стабильность картинки. Эта камера не оборудована системой оптической стабилизации, в ней есть только электронная стабилизация. Как видно, картинка довольно-таки стабильная. Чтобы вы понимали, во время катания довольно сильно происходит дрожание всех частей тела. Стабилизатор отрабатывает довольно-таки неплохо. Вот и весь спуск. Я уже спустился к подъемничку. И сейчас будет такой финт. Хобана! Я немножечко упал. Кому понравилось, поставьте лайк. Несколько раз скатившись на этой горке, мы поняли, что сделать здесь нечего, потому что там очень много людей. И мы решили переехать на другую горку. Для того, чтобы это сделать, нужно пересечь склон поверху, чтобы не пересекать трассу ватружек. Это категорически запрещено по правилам безопасности. Здесь строго следят за этим. Вот мы переезжаем, пока Света учится кататься на детском подъемнике. Ну, может быть, не детском, а на учебном. Вот эти товарищи ватружечники. У них отдельный подъемник. Мы там катались. Впечатления незабываемые. Но я за управляемое катание. Когда у тебя есть конты, и когда ты можешь сам управлять своим движением. Пока мы продвигаемся, я расскажу. Вторая горка, она побольше. Вот мы начинаем спускаться к тому подъемнику, где мы будем впоследствии подниматься. Виднеются люди. Кстати, на картинке гора не такая уж и крутая, но на самом деле там склон довольно-таки интересный. И новичку там будет нелегко. Ну, а мы играючи управляемся, потому что уже немного имеем опыта. Большое спасибо всем людям, которые следят за трассами. Когда подъемник разбивается, они едут, подкидывают снег, чтобы всем было удобно и комфортно кататься. Проход на подъемник оборудован датчиком считывания карточек. Вот спустя некоторое время мы уже оказались на вершине второй горы. Она достаточно длинная, более пологая и позволяет совершать различные маневры и финты. Но сейчас я попробую показать вам, что я научился делать за долгие годы катания на сноуборде. С учетом того, что я сейчас еду не на своей доске, а на доске старшего сына. Снимает Ирина. Вот я делаю свитч 360. Может быть не особо красиво получается кататься. Ну, кстати, на видео скорость совсем небольшая, хотя на самом деле ты летишь совсем с другой скоростью. Вот, Олли делаем. Свитч 360. Вот эти все повороты, они гасят скорость, конечно же, потому что довольно-таки пологая горка. Очень обрадовало то, что у этих ребят есть свой ратрак. Да, вы представляете, в Орле, в Орловской области есть ратрак. Это настоящее профессиональное оборудование для подготовки трасс. Я не буду прерывать пока это все дело, чтобы вы увидели полностью спуск с горы. Сейчас слева будет находиться один трамплин. Я на нем так и не решился прыгнуть, потому что он мне показался нестабильным и выкидывающим. Если разогнаться и прыгнуть, можно приземлиться на спину. А это не очень хорошо. Но, как показывают профессионалы, нормально катаются. Вот, в принципе, и весь спуск. Но этот спуск, он гораздо более интересный, чем тот, который находится слева от ватрушечной трассы. Вот они, пингвиньи-шаги, настоящего сноубордиста. А мы идем на подъемник. Дальше подробно комментировать я не вижу смысла, поэтому просто насладитесь видами окружающей природы и катающихся товарищей лыжников. А я поехал снимать Ирину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот, наконец, накатавшись два часа, мы возвращаемся к точке возврата. Для этого нам нужно проехать немного прямо и затем лесом, обходя ватрушечную трассу, вернуться к первой короткой горочке, где мы начинали. Для того, чтобы подняться к пункту проката. Скажу честно, я был очень приятно удивлен уровнем подготовки трасс, уровнем обслуживающего персонала, а также хорошей погодой и количеством людей. Ну и, конечно же, ценами. Сейчас о ценах нам подробнее расскажут девчонки. Так, ну что, мы все собрались, покатались, отдохнули. И даже живы. Рассказывай, да. Программа минимум выполнена. Осталась жива, наверное, еще и давали. Да. Вообще, очень даже классно. Мне даже понравилось больше, чем в Горках 57. И дешевле. Дешевле. И еще кое-что можно придумать, но мы об этом не будем говорить. Всем привет. Об этом лично. Расскажи, сколько стоил прокат лыж? 800 рублей стоил прокат подъемника и лыж, снаряжение целиком. То есть, в день катаешься? Ну, 2 часа 800 рублей. 800 рублей. Мне кажется, это вообще такие нормальные цены. Да, в Горках дороже. Ну так, 2 часа катания 600 рублей, 3 часа 700, весь день 800 рублей. Мне очень понравилось внимание персонала. Одни подсыпают на подъемники места, которые разбиты. И из-за этого падают сноубордисты бедные, ущемленные. Нация такая получается. Да? Его подсыпают внимательно. Если слетает трос в течение трех минут, все устанавливают. Ладно, мы пьем чай. Собираемся, едем домой. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Но это еще не все. Нас впереди ждало приключение. Никто не ждал. А оно нас ждало. Сначала, когда мы пытались отъехать, у нас не получалось стартануть, потому что горочка была довольно-таки крутая. Потом, когда мы отъехали, на разъезде мы встретились с джипом и съехали с дороги. Пришлось вызывать его на помощь на обратном пути. Это какая гибкий трос или какой-то. Ура! Ура! Все, отлично. Спасибо. Самую гучу событий. Иди, Свет. Ты куда-то вверх снимаешь. Спасибо. Вот такое маленькое приключение сегодня у нас случилось. Хорошо, что оно маленькое. Хорошо, что оно приключение. Люди в машине сидят сзади нас? Ну, а вот теперь точно все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Надеюсь, оно было полезно. Ну, а в следующем ролике мы с вами будем разбираться, как работает телеметрия на моей второй камере. Sony HDR AS300. Да-да, та самая белая блогерская камера. До встречи. До встречи.